Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах и жизни. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Тема нашей сегодняшней передачи, в которой нам помогут Наталья Рыжикова, стилист и дизайнер одежды, и Юлия Алеева, астролог. Первый вопрос, Юля, будет к вам. Какой год нас ждет? Год кого? 2023 год это будет год черного водяного кролика. И если сравнивать его с предыдущим годом, я говорила, что год тигра у нас был такой воинственный, тигр очень решительный, властный, то кролик совсем другой по энергетике. Это будет год более спокойный, более миролюбивый, это будет год компромиссов. И вот мы можем увидеть, что в спорных вопросах, как в личной жизни, так и на политической арене, могут быть мирные переговоры, может быть какое-то перемирие. И действительно, это год, когда можно найти компромисс, когда можно благодаря правильно поставленному слову, по правильно поставленному акценту найти компромисс с человеком и договориться. Кролик, он у нас никогда не нападает, как тигр. Он ведь в природе как себя ведет. Он немножко трусливый, он прогибается под обстоятельства, он убегает, когда чего-то боится. И он хитрит, он ищет лазейки, он продумывает всегда свои ходы. И, конечно, это будет год таких продуманных планов, очень хитрых стратегий, год, когда где-то за кулисами могут происходить переговоры. Может быть, мы даже об этом не узнаем. Мы будем видеть какое-то противостояние частично. Но в целом, это год будет таких тайных договоренностей. По другой традиции, у нас это год кота еще. И кот на самом деле очень мистическое животное. То есть, кот — это колдун, кот наделен магическими свойствами. И в древности считалось, что кот сопровождает ведьм в каких-то ритуалах. Вот отсюда у нас есть эта поговорка «Черный кот дорогу перейдет, и тогда что-то там будет у нас в жизни». На самом деле, кот в 23-м году будет давать такую мистическую направленность к году. То есть, это говорит о том, что люди будут более суверные, больше будут доверять приметам, они как-то будут пристально, внимательно относиться к снам, к каким-то случайным совпадениям, очень сильно полагаться на интуицию, может быть. То есть, это год, когда вообще магии, предсказания, это все получит популярность. Мы можем слышать имена, громкие имена каких-то магов, предсказателей. Вообще, эта тема будет на слуху у нас. И кот, на самом деле, очень живучий. То есть, у него, по легенде, 9 жизней. Поэтому мы сможем в такой год всегда выжить, всегда прогнуться, как-то под обстоятельством найти какую-то лазеечку и выйти сухими из воды. Замечательно. Наталья, расскажите нам про модные цвета в следующем году. Ну, если говорить об общем тренде цветовом, даже не учитывая, что у нас год кролика и водяного кота, в целом, я всегда говорю, что важно отмечать настроение мира. И настроение мира, мы все немного устали. Мы хотим немного спокойствия, расслабленности и какой-то стабильности. Слишком было много времени нестабильно. И поэтому основным трендом в следующем году является пастельная гамма. Плюс дизайнеры облегчили женщинам выбор по цвету. Но вы очень модно одеваться полностью тотал один цвет. То есть вам не нужно мучиться. Сочетается эта цветовая гамма? Не сочетается? Подходит она вам? Не подходит? Это давно уже в прошлом. Особенно, что касается последнего. Вообще уже не обращаем внимания, подходит нам цвет или нет. Главное ваше состояние. Какое состояние вы хотите передать? Пастельная гамма. Цветовая гамма должна быть нежная. В трендах, конечно же, зеленые оттенки. Притом зеленые оттенки не воинственные, как в прошлые сезоны. А более что-то такое спокойное, травянистое, ближе к естественным природным цветам. Все оттенки голубого. Без разницы. Притом мы учитываем то, что у нас наступает год. Вообще уже давно началась пора эпоха водяных знаков. Был год водяного тигра у нас. Но в принципе он еще будет у нас до февраля. Его энергия сохранится. И, соответственно, если мы говорим про кролика и кота, хотя водяной это, понятно, знак, еще плюс черный, но я бы не стала полагаться именно на эту цветовую гамму в следующем сезоне. А наоборот, учитывать характер кролика и кошки. Все мы немного зайчики. И все мы немного кошечки. Нужно понимать, что эти животные еще а-ля хамелеоны. Кролик обладает такой нежной энергетикой переменчивости. Весной и летом это у нас что-то такое неприметное. Зимой это беленькое, светленькое, нежненькое. Чтобы не было заметно. И вот человеку сейчас важно не выделяться, потому что мы слишком энергетически сейчас ослаблены. Поэтому цветовая гамма требует такой вот как бы не... Ну, как все. Если про кошек, то же самое. Кошки у нас все разные. И их характер тоже разный. Есть и рыжие, есть и черные, есть пятнистые. Поэтому здесь, наверное, выбирайте цветовую гамму по своему характеру. Конечно, черный, он всегда у нас в тренде, но мне кажется, слишком было много трагичности у нас в предыдущем, уходящем году. Поэтому черный не у всех ассоциируется уже с элегантностью. Это, скорее всего, некая закрытость и спокойствие. Поэтому я бы, наверное, порекомендовала встретить, если даже говорить про Новый год, даже мы говорим цвета, какие не про моду, а именно в чем встречать, то, наверное, выбрать тот цвет, который для вас, ну, как бы является неким энергетическим посылом. Я всегда говорю, что Новый год – это всегда предвкушение начала нового. И поэтому вот что вы заложили, какое состояние, такой выбирайте цвет. Вообще, если говорить про цветовую гамму, то, конечно же, синие оттенки, они беспроигрышные. Это цвет-цвет года. Синий цвет – цвет энергии женской спокойствия, консерватизма, утонченности, элегантности. Если вы не хотите выглядеть как-то в синим слишком консервативно и по-школьному, да, как часто бывают ассоциации, выбирайте интересные ткани, фактуры, рисунки какие-то сложные, струящиеся ткани, которые играют, так скажем, в бликах. Конечно же, нежную гамму можно украсить, опять же, таким-то прозрачным изделием, не обязательно, что это черный будет, вот такая кремовая гамма. Голубой цвет, голубой цвет и синий цвет, в принципе, идут всем. В принципе, всем идут. Очень приятно. Да, поэтому не бойтесь использовать вот такие нежные цвета на Новый год. Как бы я бы не рекомендовала, особенно если вот одеть, вот такую магию создать, цветовую вибрацию, я бы не рекомендовала использовать красный цвет. Опять же, красный цвет – это энергия воинственная, энергия силы. И кошки, и кролики – это такие животные, которые всегда немного опасаются чего-то. Их не стоит пугать. Поэтому вместо красного я бы рекомендовала цвет фуксии. Это очень женственный цвет. В нем присутствует синяя гамма. Здесь немного не передают. В нем присутствует и синяя гамма, и розовая гамма. Это очень женственный, очень красивый. Притом такой цвет можно использовать и мужчинам, и женщинам в гардеробе. Без проблем. Ну, вот, наверное. Самое главное, чтобы человек сам был настроен встретить. Хочу в этом, да? Какой посыл он задает? Ну, я бы сказала, вот, смотрите, основная гамма – это значит, если вы уж хотите, как говорится, по-модному, да, то это все оттенки голубовые. Даже это если сиреневые оттенки, тоже очень хорошо. Обязательно белый. Белый такой перламутровый можно использовать. Черный, безусловно, без проблем. Но желательно, чтобы это было с каким-то блеском. Опять в тренде у нас люрекс. Какие-то были переливы, не просто черный. Или какая-то фактура, может быть, интересная. Да, это может быть бархат. Это какой-то аксессуар, который вы добавили на матовую поверхность, тоже в черном цвете. Это блеск, мишура и так далее. То есть это обязательно нужно добавить, чтобы состояние праздника, оно все-таки присутствовало. Спасибо. Юлия, расскажите, как же встретить Новый год? Что должно быть на столе? Какие нюансы? Ну, в этом году у нас приветствуются рыбные продукты. Да, мы хотим угодить кошке. Поэтому можно использовать рыбу. То есть рыба может быть тушеная, запеченная, жареная. Рыбу можно добавлять в салаты. И из горячего я бы советовала запеченную курицу, свинину. И также очень хорошо приготовить печень. Да, можно говяжью печень. Вообще акцент я бы сделала на закуске. Потому что кролик любит у нас овощи, он любит морковку, он любит капусту. То есть можно комбинировать. Можно приготовить, например, селедку под шубой. Как раз это у нас и свекла там будет, да, морковку можно добавить. На гарнир можно приготовить капусту. Можно приготовить, допустим, кашу, да, что-то из круп тоже кролику будет по душе. Либо просто, может быть, насыпать, да, в красивые чашечки. Да, 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 можно так. Так, кролик также у нас любит фрукты. Не очень будет приветствоваться суши в этом году. Вообще острая, жирная пища, которая утяжеляет. Вот она не очень будет приветствоваться. Потому что стоит есть вот поменьше, по чуть-чуть, но может быть чаще, но не перегружая организм. Из напитков кролик не приветствует крепкий алкоголь, не очень любит газировку. Поэтому я бы поставила что-то, какие-то такие напитки. Обязательно должна быть чистая вода на столе, травяные чаи обязательно. И морсы, компотики, может быть, настоечки какие-то не очень крепкие, легкие, которые должны быть на столе. Может быть, домашнего производства, потому что кролик у нас тоже такое домашнее животное, семейное. Вот это вот можно поставить. Из десертов, пожалуй, я бы обратила внимание на молочные десерты, на тортики. Сметанный тортик, морковный тортик. Кошке придется по душе вообще все, что связано с молочком. Может быть, мороженое поставить, можно фруктовые десертики поставить. Ну и, наверное, также то, что душе угодно. Ведь у нас приходит год, опять воды и дерево, но в нем нет совсем огня. Огонь – это не только воинственность, это еще и радость и позитив. Мы живем в таком периоде, когда нам не хватает положительных эмоций. Поэтому я считаю, что нужно добавлять обязательно то, что вы любите, что вам хочется. То есть, если хочется какой-то продукт, какую-то там сладость, ну, добавляйте это вот на праздничный стол. А вот, например, из декора на елку какие цвета предпочтительнее вешать? Ну, здесь это не принципиально. Самое главное, чтобы было побольше украшений. Кошка любит у нас украшения. Кстати, в этом году можно использовать фигурки кошки. Вот фигурки кролика нежелательно, а кошечку как-то можно с фигурками поработать, поиграть. Но по цветовой гамме традиционно, я думаю, что, в принципе, можно добавить немного и каких-то алых оттенков. Сильно красного не стоит добавлять. И в каких-то аляпистых тонах украшать елку я бы тоже не стала. Потому что кто-то более такое сдержанное, более, скажем так, оптимистичное и такое энергетически очень спокойное. Легкое. Да, потому что это год, когда нам нужно эмоционально прийти в себя, эмоционально успокоиться. Это год вообще-то эмоций будет у нас. Год, когда люди очень сильно будут подвержены различным эмоциям, скажем так. Хорошо, спасибо большое. Наталья, в какой же одежде нам встречать Новый год? В какой захотите, да? На самом деле очень важно даже, больше всего важно, где вы будете встречать Новый год, где вы планируете встречать Новый год. Обычно это где у нас, то есть домашнее застолье, да, например, рассмотрим. Нужно понимать, что дома это всегда атмосфера, такая расслабленность. Поели, полежали, телевизор посмотрели. Поэтому здесь какие-то платья, корсетные платья, что-то утягивающее, обтягивающее, слишком откровенное. Потому что когда мы сидим на стуле, потом садимся в кресло, все это, так скажем, неудобно в первую очередь. И во-вторых, где-то может спасть, где-то будет неудобно там встать, салат наложить там и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь максимально комфортный должен быть образ, чтобы нигде не сдавливало, чтобы не было жарко. Нужно понимать, что когда, если особенно много гостей в квартире собирается, это просто, опять же, своего опыта, это всегда немного душно. Поэтому тоже об этом помните. Легкие фактуры. Конечно, в том, в чем вам будет не жарко. Если вы встречаете за городом, то здесь нужно понимать тоже, что за городом частный дом, да, может быть тепло, но тем не менее, за городом мы чаще выходим на улицу. То фейерверки пускаем, то еще что-то. То есть какая-то вот такая вот ходьба туда-сюда, она присутствует. Гости все разные, и настроение у всех разное. И поэтому часто бывают, двери открываются, окна открываются, там больше воздуха. Поэтому здесь желательно утеплить ножки женщинам, я бы рекомендовала обязательно. И использовать такие фактуры, такие изделия, которые можно снять, надеть. То есть, например, это может быть какой-то твидовый жакет, сейчас вот очень в тренде, да, что вы можете его снять, надеть на платье комисольку. Или вечернее платье, это может быть какой-то кардиган, кардиганы сейчас тоже в тренде, также вы накинули, какой-то пушистый, да, чтобы вот при смене температуре, чтобы выйти на улицу, какое-то теплое изделие, удобная обувь, чтобы можно было выбежать на улицу, посмотреть фейерверк и опять забежать, с собой взять. И, конечно, в частном доме, да, мы можем уже позволить себе и туфельки, и босоножки, если вдруг у нас будет фотосессия и так далее и тому подобное. За городом, если это турбазы, то здесь тоже очень хорошо рекомендую взять с собой какой-то интересный трикотаж, потому что турбазы обычно у нас оформлены в таком деревенском стиле. Вечерние платья на фоне бревенчатого не всегда смотрятся элегантно. Наталья, а вот вообще есть какие-то предпочтения, что вот больше актуально, например, становится платье или акцент на брюки или на юбки или блузы? Есть какое-то разделение? Ну, здесь, конечно же, праздник, хочется радости, хочется комфорта и расслабленности. Здесь, наверное, нет акцентов, потому что я считаю, что здесь нужно отталкиваться, конечно же, вот как я сказала, от места и от своей фигуры, что вам идет, в чем вам комфортнее всего. То есть модно и актуально все? И брюки, и юбки с блузками, и платье? Здесь единственное, вот всегда рекомендую, например, так как у нас начинается год, и Новый год нам всегда хочется что-то прикупить себе новенькое. Я рекомендую, если вы хотите сегодня, особенно в реалиях, сэкономить, так скажем, свой семейный бюджет или личный бюджет, или, как говорится, не выбросить деньги на ветер, то купить такое изделие, которое можно будет. Если оно очень нарядное, предполагается, что у вас в течение года будут еще другие какие-то мероприятия, куда вы сможете его надеть. Если оно ненарядное, значит, оно должно быть либо в модной фактуре, либо модный фасон, если вы хотите в консервативном цвете, либо модный цвет. И это тоже с учетом того, что вы потом это не раз еще наденете куда-то. Вот я так рекомендую. Начинается год с нового образа, и вы его носите весь год. За многофункциональности. Да. Вы заряжаете вот это изделие, вы заряжаете вот этим праздником, вот этим состоянием ощущения желания новизны, и, соответственно, этот наряд, он вам в течение года, когда вы его надеваете, он дает вам это состояние. Это, мне кажется, очень хороший вариант. Это всегда так работает. Это когда вот как домой вы приходите, вы снимаете одежду, надеваете свою домашнюю, вы переходите в новое состояние. Поэтому заряжайте свой образ, заряжайте свою одежду на Новый год именно для того, чтобы получить то желаемое, что вы хотите. И когда вы это наденете, у вас сразу сработает вот эта установка. Супер. Юлия, скажите, какие сюрпризы и опасности готовит нам год кролика? Ну, на самом деле, если вот мы посмотрим на год кролика, да, мы сразу видим двойственность. То есть у нас два животных, у нас и кролик, и кот. И это вот как будто бы мы открываем матрешку, да, то есть матрешка, а внутри еще какая-то, да, одна. То есть ситуация с двойным подтекстом. Может быть много ситуаций, которые нам кажутся одними, да, а на самом деле там есть скрытый смысл, какие-то интриги, какие-то течения подводные. И мы можем сталкиваться в такой год со своими иллюзиями. То есть кролики на самом деле, у них есть два направления качества, да. И вот первое качество – это любовь к людям, это стремление видеть людей лучше, чем они есть на самом деле. И мы можем себе придумать какой-то образ в такой год, допустим, друга или возлюбленного, который не будет соответствовать действительности, и можем потом разочароваться в этом. На самом деле в год кролика всегда происходят самые такие крупные скандалы, связанные с изменами, связанные с какими-то связями. Потому что вскрывается вот эта тайна и все, да? Потому что вскрываются тайны. И вообще измены очень трудно скрывать в такой год, да. Все, что было скрыто в предыдущие годы, может выйти на поверхность. Вот будьте аккуратны с этим, потому что это может быть и в работе, это может быть и в личной жизни, и в бизнесе, да, какие-то скрытые влияния. С другой стороны, кролик очень добрый, он отзывчивый, да. Вот люди потянутся в этом году больше к доброте, к человечности, к каким-то таким истинным нашим качествам. Это год очень творческий, когда стоило бы развивать свои таланты. И дети, которые будут рождены в 2023 году, будут склонны к искусствам. Это могут быть впоследствии известные художники, дизайнеры, талантливые актеры. То есть здесь такая очень творческая жилка будет. И опасности кролика, наверное, заключаются в интригах. Если вы собираетесь устраиваться на работу в 2023 году, имейте в виду, что в новом коллективе могут быть люди, которые захотят как-то вас завлечь в интриги. Могут быть сплетни за спиной, могут быть какие-то еще такие ситуации, о которых вы даже не узнаете сразу. Вы можете узнать о них позже. Поэтому будьте бдительны. Кролик, на самом деле, он ведь застенчивый. Он никогда не идет к своей цели агрессивно. Он трусишка, он не будет так делать. Он лучше обойдет, где-то за спиной у кого-то из-под тяжка будет действовать. И возьмет цель, которая ему необходима. Поэтому поменьше иллюзий, побольше реализма, наверное, в такой год. Но я бы опиралась на какую-то эмоциональную подпитку. Вот эта вот усталость, которая будет чувствоваться действительно, она немножко имеет такой характер эмоциональный. Когда нам хочется душевных разговоров, какого-то тепла, человеческого общения. И здесь мы можем попадать в ситуацию ловушки. Кролик любит расставлять какие-то такие ловушки эмоциональные. И это, кстати, может быть год, в который будут созданы секты. То есть у нас сейчас начинается период, когда могут создаваться религиозные течения новые, секты. Но и хорошие такие творческие объединения. Будут слышны громкие истории, связанные с благотворительностью. Когда мы будем видеть, что человек настолько проникается чужой болью, и он готов все отдать для того, чтобы помочь другим. Что кролики на самом деле отзывчивы очень. Как сфера здоровья? Из сферы здоровья уязвимы у нас органы пищеварения. Желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь. И я бы обратила внимание опять на зрение. Как и в прошлом году я говорила, да, за компьютером не засиживаемся. Не читаем много на ночь. Вот эти вот органы. И, конечно, еще нервная система. Так как кролик у нас пугливый, он всего боится. Ему нужна точка опоры. Поэтому я бы советовала поизучать психологию, какие-нибудь техники инопии, да, как на нас влияют на наше сознание, может быть, некоторые фейки и средства массовой информации. Потому что люди будут подвержены самовнушению. Вот. Поэтому вот эти все истории в 23-м году мы увидим. Как у нас с финансами в следующем году? С финансами тоже можно сказать, что кролик, он агрессивно деньги не зарабатывает. Он пытается... Во-первых, у него стратегия какая? Он ждет своего часа, ждет выгодных каких-то предложений. На самом деле у кроликов есть такая животная чуйка на деньги. Это крутые коммерсанты, они хорошие продажники. У них есть возможность заключить выгодные сделки. Причем ничего практически для этого не делая. Так как год воды, это значит дар убеждения, да. Кролик может как-то тихо вас подталкивать чуть-чуть, вот куда ему надо. И в итоге дойдет до цели. Кроликам еще в год кролика нам может помочь просто случай, случайность какая-то, может помочь выигрыш. Это год достаточно азартный, когда мы можем выиграть совершенно неожиданно крупную сумму денег. И опасности, наверное, в финансовой сфере, это тема, связанная с аферистами. Вот в этом году много будет звучать тема помощи. И могут быть спекуляции, связанные с темой помощи, да, с благотворительностью. Вот когда будут такие не очень честные фонды, может быть, не очень честные истории. А вот, например, сменить работу, начать новый бизнес, вот для таких начинаний это благоприятный год? Ну, в целом да, но только если это решение продуманное, да. То есть здесь нужно очень хорошо, основательно подойти к таким решениям. Вот как я говорила, в год тигра было очень много резких импульсивных решений, мы это увидели. Когда люди одним днем меняли полностью свою жизнь. Вот на кролике такого уже не будет. Ведь у нас все прогнозы сбылись, что мы говорили, так и получилось. Да, да. Я бы не советовала делать это резко. Действительно, опять у нас будут перемены, потому что мы в целом вступаем в новую эпоху. У нас в 2023 году очень знаковое событие, переход Пултона в знак Водолея. Мы к этому переходу шли с 2020 года. И это будет переломный момент для многих стран. То есть мы переходим вообще в новую эпоху на ближайшие 20 лет. Поэтому, конечно, будут перестраиваться и бизнесы, будет перестраиваться и политическая система, и финансовая система. И многие-многие сферы нашей жизни сейчас будут перестраиваться. Поэтому самое главное, наверное, сейчас понять свое направление, попасть в тренды и ухватиться за эти возможности. Поэтому перемены, я бы так сказала, они будут неизбежными. Но вот все-таки меня личный план расстроил. Вот вы сказали про измены. Но что-то хорошее, позитивное там будет? В личной жизни, конечно. Вообще кролик самое плодовитое животное из всех 12. То есть он у нас в плане деторождения очень хорош. И на самом деле в древности считалось, что если женщина берет с собой фигурку кролика на роды, то роды пройдут успешно. И кролик считается символом плодородия. Он защищает детей. И для деторождения год хорош. Вы можете встретить человека очень близкого по духу в такой год. Потому что ведь у нас все-таки присутствует и доброта. И мы ищем этих отношений. На самом деле и девушки, и мужчины в такой год будут ждать вот то, что они себе нарисовали. Какого-то сказочного героя или героя из фильма, из книги. И они будут стремиться навешивать этот образ на возлюбленную. Кому-то повезет, кому-то чуть меньше повезет. Но в целом это... Позитивный год. Настрой хороший. Да, если сложился контакт, то это будут очень крепкие отношения, построенные на доверии и на сердечность. Скажите нашим зрителям теперь про ваши новогодние секретики и ритуалы, если такие есть. Ну, я могу сказать про себя. Я в последних числах декабря задаю себе вопрос всегда. Чем мне запомнился этот год? Какая ситуация для меня была точкой роста? Что, возможно, я получила от этого года? Какой инсайт? Потому что это очень важно. Каждый год он имеет свою энергетику и дает нам определенные уроки. И, конечно, я бы рекомендовала сделать практику благодарности. Это когда вы выписываете, может быть, на листочек или блокнот, за что вы этому году благодарны. За встречи с людьми, за людей, которые попадаются нам. Себе, может быть, за что-то благодарны. Может быть, мужу, подругам, коллегам по работе. Это очень полезно. Когда мы отправляем во Вселенную благодарность, то нам больше и возвращается тоже. То есть важное умение, умение быть благодарным. То есть вы заранее уже готовитесь. А вот прямо в саму новогоднюю ночь есть какой-то ритуал? В саму новогоднюю ночь я обычно пользуюсь вот этим эгрегором, когда все загадывают желание. Я тоже это использую. Подбой курантов? Да, хотя на самом деле у нас же год наступает с февраля только, да, и события включаются. Но все равно. Да, но так как это же такой момент, когда очень много людей включаются и желают что-то. И желания обычно сбываются, они так срабатывают. Вот поэтому, да. В общем, загадывается желание смелее, да? Наталья, у вас есть какие-то? Ну, я очень люблю покушать. И так как у меня очень много работы, я человек занятой. В последнее время я редко делаю и готовлю вкусные блюда для семьи. Поэтому я стараюсь какое-то новое блюдо приготовить именно на Новый год. И, конечно же, одна из моих, так скажем, уже традиций – это писать историю на будущий год со своими гостями. Ну, мы, наверное, в детстве все играли в эту игру. Притом хорошо, когда уже все после бокала шампанского, когда пробили куранты, когда все расслабились. Когда уже поели. Все прекрасно. И ты постепенно, кто там танцует, кто-то сидит, разговаривает, ты берешь листочек. И ты начинаешь эту историю. Ты пишешь, что и как, и можно добавлять других людей. Ты сворачиваешь и передаешь следующему. Говоришь, продолжи историю. И человек как бы даже не думает. Я говорю, продолжи историю как бы будущего своего года. И он пишет. И потом этот листочек, мы не раскрываем его сразу. Мы его можем, так скажем, потом я могу прочитать, рассказать, снять фото или видео, что вы написали, и разослать своим друзьям. Ну, буквально там через месяц, через две недели. Это очень получается круто и интересно. Другая фишка тоже самое. Это когда каждый что-то желает другому человеку. И мы кидаем это в течение дня, ну, в течение вечера или даже в начале. Как бы, да, я собираю пожелания. Не при том даже кому-то, да, а вот именно просто пожелания. И потом в течение вечера мы вытаскиваем перед тостом, например. Мы вытаскиваем и читаем это пожелание. Вот, блин, так, Катя, ты кому живешь? Я желаю там Феде, да. И вот, а там у Феди там красивое платье, да. То есть это тоже интересно. И смешно. Да, да, и смешно. Поэтому вот тоже такая вот развлекалочка. Супер, спасибо большое за эфир. Я надеюсь, что нашим зрителям было очень интересно. Я желаю вам исполнения желаний. Будьте здоровы, счастливы. И увидимся с вами в следующей передаче на Ульяновской правде. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!